ВОЛЬНЫЙ КОРАБЛИ Монстры десятки тысяч тонн, и они воюют меру собой. Если сравнивать World of Warships с танками, то первое, что бросается в глаза, это, казалось бы, более неторопливый геймплей. Но это только на первый взгляд, в начале боя. Когда уже происходит самый замес, в этот момент игрок неожиданно для себя обнаруживает, что всё очень быстро. Что он должен мгновенно выстрелить, переключиться, посмотреть, не идут ли у него торпеды. Проверить, где его самолёт-разведчик, проверить, как не заходят ли на него вражеские самолёты. Представьте с десяток боевых кораблей, вооружённых 16-дюймовыми орудиями. Добавьте в этот коктейль эсминцев с их смертельными торпедами. Теперь добавьте объёма. Посмотрите вверх, и вы обнаружите, что вас атакуют бомбардировщики и торпедоносцы. И ещё выше в небесах сражаются самолёты. Истребители против других истребителей, истребители против бомбардировщиков. И как только вы представите себе всю эту грандиозную, величественную картину, вы поймёте, что World of Warships — это не просто пощёлкать мышкой и пострелять. Здесь нужно стратегически мыслить и делать верные тактические ходы. В игре будут представлены четыре класса кораблей. Это авианосцы, линейные корабли, крейсера и эсминцы. Каждый класс, конечно же, имеет свои особенности. Проще всего с авианосцами. Из самого названия ясно, что их основное оружие — это палубная авиация. Авианосец может нанести бомбовый удар своими самолётами, он может нанести торпедный удар своими самолётами. На авианосце расположены истребители, которыми он может атаковать самолёты вражеских авианосцев и разведчики всех остальных кораблей. Основным классом будет, конечно же, линейный корабль. Все его знают. Это практически символ Второй мировой. Мы прямо сейчас находимся на одном из них. Не сказать, что это самый важный корабль, но это первое, о чём каждый из вас подумает. Новинкор — это Маус, на которого друзили несколько арт, и он едет по карте. Крейсера, пожалуй, самый тактически важный класс кораблей, поскольку у них есть баланс между их бронезащитой и их скоростью передвижения. Крейсеры можно сравнить со средними танками. Они могут огрызнуться и на линкоры, они уничтожают эсминца, авианосцев, они носятся по всему полю боя, в данном случае по акватории. Эсминец — это маленький юркий корабль. Основная средиологическая сила эсминца заключается в его быстрой маневренности и быстром ходу. Ну, представьте себе в танках светляк, быстрый, скоростной манёвренный, но у которого щетверёдная пушка от КВ-2. Ну, вот это примерно будет наш эсминец. Быстрый манёвренный, вооружённый торпедными аппаратами. В игре не будет подводных лодок. Поверьте, мы рассматривали эту идею. Но это крошечные объекты, которые невозможно засечь. Только не таким уж и мощным гидролокатором. У них поражающая огневая мощь. Однако в случае обнаружения на поверхности их сотрут в порошок. Невозможно внедрить их в игру. Поэтому ради сохранения качества геймплея мы понимаем, какое значение в «Войне на море» имели немецкие подводные силы и американский подводный флот. Но в игру это не вписывается. И поэтому в игре их не будет. Такой проект, как World of Warships, невозможно создать основой столько на чертежах. Наверное, это было бы даже нечестно. Поэтому наша команда совершила уже две экспедиции в Соединённые Штаты Америки по военным кораблям-музеям. Поездки к реальным кораблям и их изучение дают очень много. Позволяет собрать куйму материала, который нельзя получить нигде в другом месте. Когда мы видим наглядно, как в действительности реальные корабли выглядят, это очень сильно помогает добиться аутентичности графики. То есть приблизиться к реализму. Я думаю, что для игроков это очень важно. Когда ты видишь корабль вживую, а не на картинке, ты понимаешь, что это не абстрактная картинка, а здоровенная железная машина, которая двигалась, стреляла. Ты понимаешь, в общем-то, как это было. меняется ощущение того, как это должно быть уже в игре. Узнайте больше о World of Warships в блоге разработчиков игры. Самая свежая информация о проекте из первых уст. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова